Завтра раздуется, короче, будет весь Париж вонять, короче. Эта история случилась летом 2017 года на берегу реки Сена в Париже. У парижан и гостей города утро начиналось как обычно. Кто-то спешил на работу, кто-то стремился к ароматным круассанам о чашечке кофе. Но все проходившие рядом были вынуждены бросить все свои дела, так как такого зрелища Париж еще не видел. Те, кто не хотел обращать свое внимание на утреннюю суматоху, вынуждены были изменить свое мнение из-за доносящегося острого запаха разлагающейся плоти огромного кита. Прибывающих зевак встречала израненная кровоточащая туша мертвого 17-метрового кашалота. Тело кита было ограждено забором, за пределами которого неторопливо передвигались судмедэксперты. Многие из них были одеты в костюмы, защищающие от биологической опасности. Одни находились на туши огромного животного и брали образцы для исследований. Другие круг за кругом обходили кита и распыляли на него какую-то жидкость. Кто-то изучил пасть животного, а кто-то собирал пробы для проведения анализов. Все это время возле ограждения суетливо шныряли репортеры, стремящиеся заполучить лучшее место для нового кадра. А кто-то даже рядом организовал пикничок благодаря такому необычному событию. Сегодня центр внимания всего Парижа находился вокруг этого оживленного места. В декабре этого же года, когда все уже забыли о нашумевшем парижском ките, похожий инцидент произошел на берегу реки Висла в Варшаве. Здесь также находившиеся рядом люди были шокированы появлением самого большого хищника океанов. И многие жители города в этот день спешили к месту происшествия, чтобы увидеть кита. По примеру Парижа здесь также находились люди в защитных биологических костюмах и территорию также оградили забором. В отличие от кита, находившегося на берегу Сены, здесь судмедэксперты были активнее и суетились они больше, так как уровень воды медленно, но уверенно поднимался и затапливал место вокруг кита. Проезжавшие по мосту горожане быстро разнесли новость по соц сетям. И в течение оставшегося дня это место привлекало сотни удивленных людей, которые не переставали гадать, как такое случилось и что это вообще за зверь такой? Люди думали, что такие случаи исключение из правил и что похожее уже не повторится. Но вот случилось еще одно происшествие и в этот раз это также был кашалот. Туши животного обнаружили на берегу водохранилища Серпансон, которое находится на юге-востоке Франции в регионе Прованс. Интересно, что за несколько дней до этого события один из жителей заметил в воде неизвестную фигуру, напоминающую кита. А уже через несколько дней тушу кита обнаружили на берегу водохранилища. Значимость этой ситуации подчеркивали вновь прибывающие эксперты в защитных костюмах. Эти люди также обливали кита какой-то жидкостью, а другие следовали гиганта и брали образцы для анализов. Но как же в итоге этому киту удалось здесь оказаться? Как этот гигант добрался к этому водохранилищу, расположенному в сотни километров от моря? Давайте разбираться. Для этого нам нужно посмотреть на это место с высоты птичьего полета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как вы уже увидели, это водохранилище расположено между гор. Его высота над уровнем моря составляет 780 метров, а в него впадают несколько потоков горных рек, которые имеют пороги. Это значит, что вода ударяется о камни и так их обтекает. Да к тому же по всей длине эти реки имеют огромное количество плотин. Так как же этому киту удалось сюда просочиться? Ответ на этот вопрос мы найдем в Мадриде, где нашли такого же кашалота. И в этот раз кит оказался чуть ли не в фонтане. Оказывается, глубокой ночью его сюда доставил коллектив современных художников из Бельгии, которые таким образом пытались привлечь внимание общественности к сохранению окружающего нас мира. В настоящее время ребята успели показать своего кита в более чем 10 разных странах Европы. При этом инсталляция сопровождалась массовкой в виде ученых, а реалистичности добавляли боевые шрамы и запах разлагающегося кита. А где же настоящие киты, спросите вы? Мы же пришли сюда именно за этим. У нас есть парочка таких историй. Первая из них произошла в Бразилии с китом, которого нашли в джунглях. Группа биологов, проводивших работы в заповеднике возле острова Маражо, обратила свое внимание на огромное количество стервятников, которые кружили над джунглями. Когда они прибыли на место, то обнаружили 8-метрового детеныша горбатого кита, который находился в 15 метрах от реки. Биологи были удивлены не только местом, где обнаружили горбатого кита, но и датой, когда это случилось. Так как в феврале мигрирующие горбатые киты уже должны были покинуть эти воды. Специалисты предположили, что этот детеныш отстал от своей матери и некоторое время находился возле берегов Бразилии, где он, скорее всего, съел пластик и вскоре умер. А позже, когда газы раздули его тело, прилив доставил тушу кита в мангровые джунгли, где она застряла между деревьями. В это время года прилив происходит два раза в день, а его высота может достигать до 7 метров. Вот еще один молодой кит, которого нашли не в характерном для этого вида месте. Он оказался в вершине одного из рукавов залива Кука, который находится на Аляске возле города Гирвуд. Это место расположено почти в 400 километрах от устья залива. В таких местах можно встретить, например, белук, но никак не огромных китов. Кстати, этот кит также был молод, а его возраст составлял полтора-два года. Интересно, что в течение нескольких дней до его гибели люди видели этого кита в заливе, но надеялись, что ему удастся найти выход и вернуться в открытую воду самостоятельно. После смерти кита чажира и мясо забрали коренные жители этого региона, а другую часть взяли биологи для исследований. Так начиналось утро на одном из пляжей острова Майорка. Здесь на рассвете нашли 15-метрового кита, который ночью умер в море, а утром его тело волнами прибило к этому пляжу. Так как это место туристическое, людей вокруг собралось немало. Поэтому полицейским время от времени приходилось просить зевак отойти на безопасное расстояние от работающего экскаватора. Ну что здесь необычного, спросите вы? Ну кит, ну волнами прибило к берегу. Да таких историй полно в тех местах, где живут эти животные. Ключевое слово – живут. А в Средиземном море эти киты считались уничтоженными промысловым рыболосом около 100 лет назад. И лишь в 2007 году возле берегов Сицилии встретили несколько особей кашалотов. А после приезда ученых выяснилось, что здесь обитает около сотни этих китов. В 2019 году вдоль Пиренейского полуострова встретили еще и горбатых китов. А в 2020 году, после объявления локдауна, в момент, когда страны всего мира ограничивали движение многих видов транспорта, береговой патруль Франции встретил группу финвалов. Это младший родственник синего кита, немного меньшего размера. Не забудь оценить видео лайком. До скорого! Пока!